Многие женщины, которые планируют заводить ребёнка, опасаются того, что во время беременности их могут уволить с постоянного места работы, в результате чего они окажутся без заработной платы и декретных отчислений. Евгения, например, была на 100% уверена в обратном. И что отработав почти 8 лет в одной организации она спокойно сможет воспитывать своего первенца, получая честно заработанные декретные. Ведь она защищена законодательством. Оказалось, всё не так просто. В июне организация изменяла юридическое лицо. И они нас не переводом переводили, а мы все по собственному желанию писали. Увольняемся из одной организации и тут же принимают нас в другую. Все написали, всех приняли. Я с полной уверенностью, что меня тоже приняли. Трудовой договор мне на руки не дали, ссылаясь на то, что пока печати нет в Москве и всё прочее. Я с июня сижу уверенностью, что я работаю в декрете. Но пока проблемы тут с выплатами. А потом постепенно мне начали пригрожать, что мы тебя не перевели, договора твоего нет, ничего не знаем. И 22 сентября мне официально заявили, что тебя решили не переводить. И всё. Ты безработная. Оказывается, уже с июня месяца, с июля, с 1 июля. Следует напомнить, что увольнение беременной женщины для каждой организации является очень сложной заботой. При этом каждый случай рассматривается в индивидуальном порядке. Большинство женщин знает о том, что они обладают существенными правами и многими важными преимуществами, благодаря которым уволить их практически невозможно. Если уволили беременную женщину с нарушением пунктов трудового кодекса, то она может подать в суд на организацию. Причём чаще всего такие дела являются выигрышными для истцов. В результате женщина может быть не просто восстановлена на прежнее место работы, но и имеет право на получение существенной компенсации за причинение морального вреда. Я и в суд ходила. Срок давности тоже истёк эти вот три месяца получается. И на руках у меня никаких документов получается нет, они их просто уничтожили, по их словам, этот договор. И поэтому и доказать мне что-то очень сложно. Мне во всех инстанциях сочувствуют, но помочь вот толком и никак не могут. И так я осталась, получается, и без выплат за первого, ни на какой больничный, декретный за второго, получается, мне нет ни стажа, ничего. То есть я семь лет там проработала, уверена была, что я защищена государством, как беременная мама. А оказалось, что вот могут так безнаказанно и спокойно просто лишить двоих детей их законных выплат. Евгения в своей беде не одинока. Примерно в такой же ситуации оказалась её коллега Мария. Правда, тут дело не в декретных отчислениях, а в пресловутой справке о доходах, которые ей новообразовавшаяся на месте старая организация никак выдать не хочет. И ходит девушка, обивая инстанции. Да и всё безрезультатно. Я прошу справку элементарную. Мне нужна субсидия, чтобы не за квартиру платить меньше, чтобы высчитывали. И мне её не дают. Просит уволиться с июня месяца. То есть если они меня, вернее, просят уволиться, и говорят, если я сейчас увольняюсь, то я увольняюсь, буду уже уволен с июня месяца. Вот. То есть Надежда, там вот такая вот, бухгалтер фамилии, я не знаю. Вот. И она сказала, я вам чисто по-человечески советую, чтобы вы уволились. И как бы ООО «Прико» по документам существует, но никто не знает, где она, и кто её обслуживает и прочее. То есть я не могу с ними никак быть на контакт. У Марии двое детей. Женя уже через месяц родит второго малыша. Видимо, на отсутствие времени у молодых мам и рассчитывал недобросовестный работодатель, увольняя задним числом беременных девушек. Мы будем следить за развитием событий и надеяться на положительный исход и торжество справедливости. Продолжение следует.